Кукла-желанница, рванка, крупиничка, день и ночь, толстушка-костромушка. Эти уникальные русские народные куклы теперь можно увидеть в детском саду Аннушка города Наринмара. Более ста игрушек собрала вместе выставка «Хоровод кукол». У каждой куклы своя судьба и особая миссия. Они оберегали, приумножали урожай, помогали исполнить заветное желание, излечиться от болезней и даже разбогатеть. О чем еще могут рассказать куклы, узнала Любовь Пермякова. Безликая, потому что считалось, что как только появляются глаза, то есть боялись, что в куклу может селиться какой-то дух, и он может повредить ребенку. Идейный вдохновитель выставки, воспитатель Изо Ирина Родчева, рассказывает об истории народной куклы. Ее создание тесно связано с обрядами и трудовыми процессами крестьянской жизни. Практически в каждом русском доме было несколько таких кукол, каждая из которых имела свое значение – оберегала, помогала исполнить желание или предназначалась для игр. Изготавливая такие игрушки, воспитанники детского сада «Аннушка» познают и народные традиции. Местом встречи любителей народной культуры вот уже несколько лет служит семейная мастерская «Берегиня». Ей руководит Елена Поздеева. Начинали мы работу с октября на три месяца, то есть в декабре мы ее закончили. Вот каждый четверг мы собирались уютной компанией, отдыхают родители душой приходят, творят вместе со своими детками. У нас получилось разновидности, где-то вот у нас четыре куколки мы успели сделать. Трудно, но интересно, кропотливо. В результате такой совместной творческой работы на свет появились кукла-богач, девкина-забава, колокольчик и крупиничка. Кстати, крупиничка была главной куклой в семье. Ведь после сбора урожая она хранила в себе отборную часть зерна до посева следующего года. Песной зерна торжественно изымали из кукольного мешочка живота и сеяли в поле с пожеланиями богатого урожая. Были и другие интересные обрядовые куклы. Да, эта куколка называется кукла-спиридон. Такая мужская куколка. Спиридон-санцеворот. Вот у него колечко тут должно быть. Вот куда-то оно у нас укатилось, колечко. Вот такая мужская куколка из соломы. А вот его подружка. Куколка-рябинка. Вот такое вот у нее тут из рябины ожерелье. И вот такие куколки. Значит, такая куколка делалась вот когда сбор урожая рябины, где-то в конце октября. На выставке куклы не просто экспонаты. Они словно живут своей кукольной жизнью по народным традициям, сложенными столетиями. Ведь здесь целые композиции. Вот девки катаются на качелях, кто-то плывет по реке, кто-то работает в поле. Куклы заигрывают, влюбляются и женятся. Окунуться в атмосферу прошлого теперь может. Каждая выставка будет работать до 5 мая. Сотрудники детского сада «Анушка» ждут в гости воспитателей и детей из других детских учреждений. В надежде, что хоровод кукол закружат в творчестве новых любителей народной культуры. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Давайте тогда.